Чао, рогацы! Наконец-то я записываю это видео, у меня здесь стоит просто невероятно крутой штатив. Всем привет, меня зовут Даша, это моё первое видео на моём YouTube-канале. Эта идея была у меня уже очень-очень давно, ещё со школы, с класса седьмого, с того момента, когда мы с моей лучшей подругой Марго, Марго, привет, начинали снимать и вообще снимали различного рода видосики, типа всяких челленджей, каверов, снимали с ней влоги, и вообще, в общем, это очень длинная история, к которой, наконец-таки, я окончательно пришла, потому что я чувствую, что хочу. Для тех, кто каким-то чудом нашёл это видео не через Инстаграм или не через Фейсбук, мне 22 года, и около трёх месяцев назад я переехала из Москвы в Рим. Я не могу сказать, что я всю жизнь к этому шла, что я всю жизнь этого хотела, или это была цель и мечта всей моей жизни, просто мне хотелось попробовать вообще чего-то нового после того, как я закончила университет. Соответственно, учёба на бакалавриате закончилась, я поступила в магистратуру в Рим, и теперь я здесь живу. Сейчас я хочу с вами поделиться несколькими вещами, которые меня до сих пор, если честно, просто удивляют. И для меня... Ну почему? Более того, я не могу к ним никак привыкнуть. Это не значит, что я, конечно же, ох, просто умираю. Мне прекрасно здесь живётся, я в целом склонна находить и замечать именно какие-то положительные моменты. Первая вещь, к которой я никак не могу привыкнуть, это бьюти-индустрия. Я для своих 22 лет, наверное, немножко отстала в этом плане, то есть в Москве, если честно, я не ходила никогда делать брови, я никогда не делала губы, и косметологам я тоже, по-моему, вообще никогда не ходила. У меня никогда не было каких-то острых проблем с кожей, мы пали прыщики, в общем, это всё не о том. Но чего мне здесь действительно не хватает, это классного ногтевого сервиса и лазерной эпиляции. Это то, лично с чем я столкнулась, потому что лазер, хотя я недавно и нашла одну клинику, которая вроде бы выглядит прилично, которая специализируется именно на лазере. Во-первых, там цены, они намного просто где-то в 3-4 раза дороже, чем в Москве. По отзывам девушек, которые здесь живут уже не первый год, которые тоже русские, по их отзывам здесь с этим всё очень плохо, то есть я не делала процедуру, но ничего не происходит. Поэтому, ну, у меня пока что как-то получается улетать в Москву, например, сделать эту процедуру вовремя. Но когда этого нет под боком, очень-очень тяжело. Что касается ногтевого сервиса, я хотя и нашла какой-то салон, который выглядит вообще не как салон. И есть ещё один фан-фэкт. Меня, честно, это просто безумно забавляет. В прайс-листе ногтевого сервиса есть такая услуга покрытие без маникюра. Я не знаю, я когда это услышала, мне даже захотелось спросить, и, собственно говоря, я спросила, я такая, а что это? Мне отвечают, что да, итальянки, они некоторые действительно делают себе просто маникюр без маникюра, точнее, покрытие без маникюра. Говоря о различиях между, наверное, нашими русскими ухоженными такими всякими девушками и итальянками, вот есть такая вот небольшая разница, потому что, ну, у вас просто какое-то предложение. Не знаю, сама придумала фразу, но пусть будет. Вторая вещь, которая меня удивляет, и по которой я действительно немножечко скучаю, это кофе на вынос. Итальянцы, у них почему-то абсолютно не прижилась вот эта вот привычка зайти, взять кофе в стаканчике, пойти так красиво, сесть, не знаю, в универ, сесть в парке порисовать, не знаю, whatever. Здесь такого абсолютно нет. Более того, итальянцы, они даже, они не просто заходят, садятся и пьют кофе в кофейнях, они пьют кофе так называемый альбанко. Банко это так банко, ну, не банко, а банко. Это, грубо говоря, такая барная стойка. Мало того, что итальянцы не завтракают, они ещё и пьют этот кофе просто за секунду. Представьте, в Москве, когда мы идём на завтрак, для нас завтрак, ну, так релаксово поесть, заказать себе какой-то там, не знаю, тост, авокадо, сальмон. Ладно, завтраки — это тоже всё. Отдельная тема, но итальянцы, они приходят в бар, они стоят за этой же барной стойкой, просто за секунду выпивают свой либо капучино, либо кафе, либо латте, не знаю, что угодно. И просто сразу же уходят. Ну, то есть заплатили, выпили, просто как заправочная станция. Просто как заправочная станция, я вам серьёзно говорю. И меня это очень забавляет. Ты вообще здесь практически не увидишь человека, у которого будет стаканчик с кофе. Просто no. Третья вещь, к которой я никак не могу привыкнуть, это сервис такси, потому что итальянское такси — это Uber, это так называемые iTaxi, если я не ошибаюсь, синенькое приложение. И это просто машинки, которые стоят на специальных точках, пунктах такси. Это, кстати, удобно. Но это удобно, когда, во-первых, ты знаешь, куда идти, во-вторых, когда там есть машина, ну, хотя машина, вовремя, есть всегда там. Основная проблема в том, что даже не то, что такси дорого, а то, что его приходится ждать. Никогда неизвестно, когда ты опоздаешь. Я уже не говорю про наземный транспорт, потому что автобусы здесь ходят просто мега нерегулярно. Ну ладно, есть какая-то регулярность — они постоянно задерживаются. А что касается такси, часто могут отменять заказ. Здесь есть просто обычное такси, есть бизнес. Нет такого вот разграничения, как у нас эконом, бизнес и так далее. Если ты вызываешь себе бизнес, есть вероятность того, что к тебе приедет большая машинка. И она, может быть, даже не бизнеса. То есть это может приехать просто вот этот, я не знаю, Opel там какой-то, я помню. Какой-то полугрузовик, который ещё так трясётся. Конечно, можно отменить, можно перезаказать. Но понятно, что ждать придётся намного дольше. Поэтому обычно я как бы так и езжу, ничего страшного. Конечно же, проблема Рима в том, что ты можешь вызвать такси в любую точку, но потом этот такси, который приедет, твоя вот эта вот буханка, оно останавливается за километр, приблизительно так, плюс-минус, навскидку. Тебе звонит таксист. Причём нет, тебе напрямую таксист не может дозвониться. Тебе сначала звонит сервис, в этом сервисе ты прослушиваешь какое-то длинное сообщение, не помню там, что они говорят. И потом ты только можешь перезвонить таксисту, ты перезваниваешь таксисту, он тебе говорит, я вот там вот стою, а вы подходите, потому что тут пешеходная улица. Ну, это, наверное, всем известно. В Риме очень-очень много пешеходных улиц, на которые машинам, к сожалению, нельзя проезжать. Ну, точнее, к счастью. Четвёртая вещь, по которой я действительно скучаю, это творог. Когда жила в Москве, для меня практически, ну, творог был моим самым... Часто говорю, как будто бы я говорю про какого-то человека, но действительно это так. Здесь его нет. По творогу я скучаю по сырникам, я скучаю по запеканкам, которых здесь нет, и я чувствую, в ближайшее время не предвидится, но в скором времени ко мне приедет моя подруга, которая привезёт мне творог. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я знаю, что сейчас это смотрят в основном те, кто меня лично знает, и спасибо вам большое за эту поддержку. И подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Я не знаю, вот это вот куда нужно пальцами делать. Спасибо. 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 Спасибо.